Накануне во всех храмах Костромской епархии прошли праздничные службы в честь Собора Костромских Святых. Главные торжества состоялись в Богоявленском кафедральном соборе города Костромы, в котором собрались сотни верующих, причем не только горожане, но и паломники из ближнего и дальнего зарубежья. Песнопение под названием «В память о праведнике», «Зеленое облачение» и огромный образ с 38 святыми в центре храма. Праздник в честь Собора Костромских Святых был установлен в 1981 году по благословению патриарха Пимена. Отшельники и основатели храмов – сподвижники православия. Они трудились на Костромской земле с 11 по 20 века. Наша земля очень богата святынями. И это, наверное, самое главное богатство, которое есть в нашей жизни, в жизни христиан, потому что наша главная цель – это стяжание благодати Духа Святого и спасение своей души. Я сердечно поздравляю всех с этим праздником. Желаю, чтобы наши костромские святые и их вокруг всегда простирался над нашей землей. Аврамий Чухломский, Макарий Унжинский, Тимон Надеевский, Геннадий Костромской, Пахомий Нерехтский – это лишь немногие из имен великих костромских подвижников благочестия. Их усилиями в нашем крае строились храмы, создавались монастыри, появлялись первые церковно-приходские школы. И сейчас с просьбой о поддержке к ним в своих молитвах обращаются православные верующие. Есть и особая церковная традиция – при крещении или монашеском постриге человек выбирает себе духовное имя. И в число 12 вариантов обязательно включают имена костромских святых. Это особая реальность нашей веры, которая состоит в том, что святые, кто здесь жив, продолжают с нами пребывать. У многих костромячей есть свои особо почитаемые святые нашего края. Ведь они нам фактически родные, поясняют прихожане. Я Макария Писенского выделяю. Он мой земляк. И он помогает многим ему. Я была дважды в Чухлами у Авраами Городецкого. Я была у Макария Писенского на речке Писен. Я была у Макария Унжинского в Макареве. И посетила я обитель Пахомия Нерехатского. Очень хочется съездить поясью Галичевскому, Ферапонту Монзинскому. Даша подругам сказала, кто за Турцию, кто за Париж. Я говорю, нет. Если ты подготовилась, если ты едешь с таким чувством молитвы, помощи Божией призывая, то это бывают необыкновенные поездки. На сегодняшний день Собор Костромских святых включает в себя 38 подвижников. Но список этот не окончательный. Сейчас в епархии собирают материалы для возможной канонизации костремичей, посвятивших своей жизни сохранению веры в годы гонения на церковь. Среди них, к примеру, священник Александра Антониновской церкви в селище Павел Острогский. Его усилиями этот храм не был закрыт в советские годы. И службы здесь не прерывались никогда.